Здравствуйте! В эфире программа «События» в студии Лариса Шлафаст. Все самые интересные события прошедшей недели в нашем выпуске. 50 тысяч человек в едином порыве. Самарцы отметили День России. Большой праздник по традиции прошел на площади Куйбышева. На сцене выступили артисты Самарской области и звезды российской эстрады. Самые яркие моменты праздника в нашем следующем сюжете. День России по традиции самарцы отмечают все вместе. Главный праздник развернулся на площади Куйбышева. В этом году здесь открылось множество тематических площадок. Одна из основных посвящена космосу. Здесь каждый мог увидеть достижения космической отрасли. Также работали спортивные, детские площадки и творческие мастер-классы. «Мы живем в этой стране, это наш праздник. И все должны знать, отмечать его, чтобы у всех было хорошее настроение и чтобы все было хорошо». «Надо праздновать, чтобы мы знали свою историю». В День России на главной сцене праздника паспорт гражданина Российской Федерации получил уроженец Луганска, ведущий игрок баскетбольного клуба «Самара» Евгений Минченко. «Может сказать, что реально второй день рождения будет у меня в День России. А Самарская область, потому что я играю за баскетбольный клуб «Самара», и я очень рад представлять теперь Самарскую область по России и за ее рубежом». Многотысячную аудиторию из Днем России поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. «Россия, созданная многими-многими поколениями наших предков, мудростью их, трудолюбием, мужеством во многом, прошла через самые различные испытания. И со всех испытаний она выходила победителем, усилиями президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Делается все для того, чтобы наша страна была независимой, чтобы наш народ был хозяевом на своей земле». Глава региона наградила работников крупнейших предприятий области, которые приняли участие в строительстве космодрома «Восточный» и первом запуске. Также поздравить земляков пришли глава города Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова. Главным же подарком самарцам на День России стал праздничный концерт. На сцене выступили артисты Самарской области и звезды российской величины Александр Маршал и рок-группа Тепелов. «Впервые на празднике, посвященном Дню России, на площади Куйбышева прошло тематическое лазерное шоу. Самарский край, на свете нет красивей. Самарский край, мы вместе навсегда». Завершился праздник красочным салютом. «Русская мечта, дедная, я вьет в свои годы, а в отбору будет». Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. 150 килограммов сладкого удовольствия и концерт славянских коллективов. В Самаре прошел фестиваль болгарской кухни. Местом проведения гастрономического праздника стал парк Гагарина. Сладкое угощение отведал Олег Зверев. Пайуслада, пирог длиной 10 метров, песочное тесто с яблочным конфитюром – традиционное болгарское угощение. Сегодня достанется каждому участнику и гостю фестиваля болгарской кухни. Праздник в парке имени Гагарина собрал сотни горожан неподалеку от самой болгарской в Самаре улицы Старозагора. На сцене славянские песни и танцы. Среди участников – телеканал «Самаргиз». Автор и ведущая кулинарного шоу «Болгарский перец» Мариана Мирной проводит викторину на лучшие знания особенностей кухни нашего балканского соседа. Предлагаю поучаствовать в конкурсе. Я принесла подарки от телекомпании «Самаргиз» и от программы «Болгарский перец». По итогам викторины подарки получила тройка лидеров, которые быстро ответили на вкусные вопросы. Лучшие знания особенностей болгарского стола показала участница Лариса. Она признается – муж болгарин. И да, это для них привычная, а Болгария – любимая страна для отдыха с детьми. В Болгарии мне очень нравится. Это замечательная страна. Очень теплая, с теплыми людьми, радушными, которые действительно очень любят русских, очень хорошо к нам относятся. Там прекрасная кухня, там прекрасный отдых с детьми. Очень нравится нам туда. Болгарский язык знаете? А субичем телеканал «Самаргиз». Фестиваль приурочен к юбилею Самарского знамени, под которым Болгария обрела независимость. И юбилею улицы Старозагора. Настало время напомнить всем о попротивских отношениях, чтобы наши народы стали еще ближе. Эти 140 лет русский и болгарский народ живет вместе. Естественно, и мы в промышленном районе, где 50 лет назад появилась улица Старозагора. А это некое продолжение праздника подчеркивает, что потомки и нынешнее поколение чтят именно этот праздник, эту дружбу и дорожат ей. Самарский народ очень много внес в эти отношения. Инициатива гласного городской думы Петра Алабина, конечно же, является центральной в этих отношениях. Тогда, когда было расшито знамя в Иверском монастыре, передано болгарскому народу. И болгары очень ценят наши отношения и нашу дружбу. То, что мы сегодня с славянскими корнями открываем этот великолепный фестиваль болгарской кухни, я думаю, это еще раз поможет нам сблизиться и нашим народам больше дружиться. И вот самый ответственный момент дегустации болгарского пирога. 150 килограммов сладости расходятся в считанные минуты. Те, кому не довелось побывать на фестивале, тоже смогут оценить особенности балканской кухни. В городских ресторанах открываются болгарские страницы в меню. Многие решили поддержать тренды на укрепление российско-болгарской дружбы. Болгарская страничка, так скажем, в нашем меню появилась буквально недавно, дней 10 назад. Связано это с тем, что мы узнали, что в городе Самара проводятся мероприятия, связанные с дружбой русского и болгарского народа. И мы решили как-то тоже обозначить это в своем ресторане. А значит, фестиваль продолжается. И, скорее всего, болгарская кухня станет столь же привычной для россиян, как и другие славянские. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Самара на 10 дней стала молодежной столицей России. На Мустрюковских озерах стартовал форум Иволга. На поляну приехали больше 2000 участников из Приволжского федерального округа и других регионов страны. Также две иностранные делегации. На торжественном открытии форума побывала Марина Матвейшина. Четыре, три, две, одна, ноль, полетели! Старт дан. Иволга 2016. Все только начинается. Но атмосфера поляны уже пропитана драйвом и невероятной энергетикой. О том, что самый грандиозный молодежный форум открыт, слышно далеко за пределами сцены. С фирменными кричалками своих смен сюда стекаются все участники. Форум проходит четвертый год и собирает самую талантливую и креативную молодежь Приволжского федерального округа. Чтобы стать участником, молодые люди должны были придумать и зарегистрировать собственный проект. В этом году молодежный форум Иволга побил рекорд по количеству заявок. Свои проекты зарегистрировали более 6000 участников. Их конкурс составил 3,5 человека на место. 2000 участников из регионов ПФО, более 300 ребят из других городов России в федеральной смене и иностранные делегации. Из Китая и впервые на Иволгу прибыли французы. Они автопробегом на российских машинах преодолели расстояние в тысячу километров от Москвы до Самары. Задача состоит прежде всего в том, чтобы наладить контакты с российскими студентами и другими учебными заведениями России. Во-вторых, представить свое учебное заведение и свою страну. И рассказать о нашем проекте, который мы приготовили и который привел нас сюда. Это прекрасная идея организовать фестиваль здесь. Объединить молодежь Европы, России и Азии. Я имею в виду китайскую делегацию. Поскольку это дает возможность ребятам как общаться, так и делиться идеями. Кроме того, я думаю, это может изменить международную ситуацию, сделать молодежь ближе к друг другу, понять и реализовать совместные проекты. Форум продлится 10 дней. Каждый день расписан буквально по минутам. Программа включает в себя тренинговые занятия, конвейер молодежных проектов, культурные и спортивные мероприятия. Это является действительно самым большим крупномасштабным молодежным мероприятием. Мы с удовлетворением отмечаем, что город Иволги растет. Об этом свидетельствует и инструктура, которая развивается, которая наполняется новыми творческими и содержательными элементами. Сегодня я имел удовольствие пообщаться с ребятами. Ну и те несколько десятков минут, с которыми поговорили с делегацией одной смены, второй смены, третьей смены, можно сказать, что зарядился уже минимум на неделю. Работа формы будет разделена по 10 сменам. По всем направлениям ожидаются встречи с интересными людьми – учеными, олимпийскими чемпионами, политиками, представителями СМИ. У нас год от года растет и призовой фонд. В этом году он вырос на 2 миллиона рублей, поэтому у ребят открываются новые возможности по отбору и реализации собственных проектов. Каждый год Иволга имеет свою особенность. В год кино участники представят свои короткометражные документальные фильмы. Есть идея снять кино и про саму жизнь на поляне. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. 67 внутриквартальных дорог отремонтируют в этом году в Самаре. На это из областного бюджета выделят более полутора миллионов рублей. Чтобы новое покрытие прослужило как можно дольше, за качеством ремонта следят специалисты. Вместе с ними в рейд по дорогам отправилась и Алина Чемерес. Дорогу во дворе на Мяге, вспоминает местный сторожил Нина Мантрова, не ремонтировали около 40 лет. Когда жители увидели здесь рабочих, сразу поняли обновлению «Быть». За пару недель здесь полностью заменили более тысячи квадратных метров покрытия. Оборудовали парковку на площади в 150 квадратных метров. Установили новый бортовой камень. Дорога сделана очень быстро, качественно и хорошая. Мы сами следили за всеми буквально. Не давали никому покой. И за работой. И как асфальт кладутся. Ну, чем-то за нами было. Чтобы двор окончательно преобразился, теперь за дело должна взяться управляющая компания. Ремонт отмосток и подходов к подъездам – задача коммунальщиков. Ремонтировать внутриквартальные дороги в Самаре начали в мае. Всего в этом году планируют привести в порядок 67 внутриквартальных территорий во всех районах города. На это из бюджетов всех уровней выделили 176 миллионов рублей. Завершить работы рассчитывают к сентябрю. Сегодня завершены работы по адресу МЯГИ 6.8.10.12. Сейчас производится отбор кернов для проведения лабораторных испытаний на качество проведенных работ, на толщину уложенного асфальтно-бетонного покрытия и на прочие характеристики. Кернами называют фрагменты нового покрытия, которые специалисты берут на проверку. Небольшие отверстия, оставшиеся после взятия проб, сразу заделывают. На месте эксперты измеряют только толщину слоя асфальтно-бетона. Исследования качества смеси и ее плотности будут проводить в лаборатории. Всего в этом году на проверку отправили около 500 образцов. В данном дворе отбор по внутриквартальным территориям произведен впервые. Толщина слоя соответствует всем нормам ГОСТа, даже более чем. Гарантия на ремонт внутриквартальных дорог 5 лет. Взяв образцы асфальта, служба контроля отправляется на улицу Мариса Тореза, где сейчас идет комплексное обновление. В рамках двухлетнего контракта приводят в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, газоны, устанавливают дорожные ограждения, бордюры, наносят разметку. Качество покрытия на дороге проверяют на каждом этапе. Результаты экспертизы оглашают спустя два дня. Если качество асфальта экспертов не устроят, подрядчику предстоит исправить недочеты за свой счет. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Победа над собой. В Тольятти девочка, которая была 15 лет прикована к инвалидной коляске, учится ходить. В прошлом году Соня Бабич позвонила на прямую линию президента и попросила подарить ей тренажер для реабилитации. Как развивались события дальше, смотрите в нашем следующем сюжете. Раньше о таком можно было только мечтать. А сегодня, по чутким контролям младшей сестренки, Соня делает приседания в несколько подходов. Упражнение необходимо для укрепления мышц и разработки суставов, объясняет девочка. Занимается в майке с портретом президента. Шутит, это дисциплинирует. Сегодня девочка хоть и не тверда, но на ногах стоит. Ходит в ортезах, опираясь на палки. Каждый шаг дается с трудом, но по квартире Соня уже передвигается без посторонней помощи. Вот тут я сплю, а тут моя коллекция кукол. Но это не вся еще предложение в зале. Диагноз ДЦП Соня поставили в младенчестве. Болезнь приковала ее к инвалидному креслу после прививки. Множество операций, призванных поставить ребенка на ноги, результата не принесли. Но упорству девочке и стремлению жить, как все, можно позавидовать. С шести лет Соня начала петь, чуть позже занялась большим теннисом на колясках. Но мечта научиться ходить не покидала ни на минуту. Именно это и сподвигло девочку дозвониться до президента. Я очень хочу хоть чуть-чуть ходить. Я стараюсь. И мне очень необходим тренажер. Он в комплексе, беговая дорожка и в нем много всего. Мы не можем такой купить. Он стоит где-то 20 тысяч. Реабилитации у нас в области тоже нет. Моя мама старается делать мне операции. Но нужны тренажеры. Помогите мне. Я очень хочу ходить. Люблю вас. Ваша Соня. Пока. Софишка, не беспокойся. Это не тот вопрос, который требует особых усилий. Мы, безусловно, этот вопрос решим. Даже не беспокойся. Желаю тебе скорейшего выздоровления. И я вижу, что по характеру ты такой человек, который будет бороться и добьется результата. По поручению президента Соне привезли тренажер, а спустя две недели пригласили на лечение в Германию. Кто его оплатил, а сумма для семьи Сони неподъемная, неизвестна до сих пор. Мы даже не знаем, кто вообще нам помог. Потому что мы первоначально думали, что это страховая компания, но нам сказали, что мы вообще тут ни при чем. Но тот человек посчитал нужным остаться неизвестным. Поэтому мы безмерно благодарны. Один ли он, двое, сколько, не важно. Мы молимся постоянно за этих людей и благодарим. Немецкие врачи сразу начали занятия. Упражнения на прокачку ног и спины, разработка суставов, тренировки на уникальных тренажерах. Передовые технологии помогли Соне сделать первые шаги за считанные дни. Что символично, результаты появились в День Победы. Врачи очень удивились. Как раз 9 мая они пришли. Я такая, сейчас я вам что-то покажу. Я встала, начала приседать. Они такие, вот это да. Это я говорю, еще не все. Я убрала руки и пошла. Они там вообще чуть не упали все. Тренировки Соня начинает с самого утра. Работает по программе немецких докторов. Уже научилась подолгу стоять без опоры. Следующая цель – ходить без палок. Я сейчас хочу, когда в следующий раз буду выступать на сцене, чтобы я сама вышла. Это сейчас моя главная самая мечта. Это я очень хочу. Чтобы я пела стоя. Следующая моя цель, конечно, научиться танцевать. И чтобы я на сцене не только пела и про то, что я хочу танцевать, но и танцевала. Подаренный президентом тренажер Соне больше не нужен. Девочка хочет, чтобы он помог встать на ноги и другим детям. Для этого родные Сони планируют арендовать гараж и установить туда не один, а несколько тренажеров. Доктора, который готов бесплатно заниматься с детьми, и того, кто предоставит помещение, уже нашли. А сама Соня по окончании школы собирается стать юристом, чтобы в будущем защищать права инвалидов. Алина Чемерис, Константин Головин, События. В ближайшее воскресенье в России отмечают День медика. Недооценивать важность этой профессии невозможно. Благодаря этому человеку на свет появился не один десяток самарцев. Врач-акушер-гинеколог Владимир Дурасов разработал уникальную методику, которая помогла сотне женщин стать мамами. Семилетние Тихон и годовалая Маша пришли с мамой к доктору. Но не на прием, а чтобы в очередной раз сказать спасибо. Методика лечения, которую разработал гинеколог Владимир Дурасов, помогает женщинам забеременеть, выносить и родить долгожданных детей. Конечно, волнения очень много было, тревог. Конечно, все это ждали, как хрустальную вазу там левели. Конечно, очень много было волнений. Это был шок. Ну, шок радости такой, так скажем. Мужа очень обрадовала. Когда я пришла сюда, спросила вас, ну что? Я говорю, все хорошо. Он говорит, что девочка? Я говорю, нет. Это мальчик? Нет. Он говорит, а кто? Я говорю, две девочки. То есть это, конечно, было двойная радость. Больше 30 лет Владимир Дурасов работает врачом. Пятая медсанчасть Кировского района давно стала вторым домом. Именно здесь он провел сотни операций. Благодарность за свой труд от президента России Владимира Путина заняла почетное место на рабочем столе самарского доктора. А в сердце он хранит память обо всех пациентках, которым он помог. Я помню каждую пациентку, которую я оперировал. Когда бы я не выполнил операцию 20-30 лет назад, если я ее увижу, я ее всегда вспомню. Она навсегда оставляет след в моем сердце. Но также избирает часть нашей души. И поэтому говорят, что хирург, светя другим, сгорает сам. 10 минут на интервью и опять в операционную. Спасать жизни, лечить женщин, которые так страстно желают стать матерями. Коллеги в один голос говорят, награда Владимира Дурасова заслуженная. Он врач с большой буквы и человек огромного сердца. Он профессионал, большой профессионал, с большим опытом. И, конечно, у него есть чему поучиться, есть к чему прислушаться. И это очень сильно помогает в работе. Делать свое дело, быть грамотным и чутким. Не зря говорят, что врач – это не профессия, а призвание. И лучшая похвала – это слова благодарности от пациентов, которые уверены, что доктор Дурасов умеет творить чудеса. Марьяна Мирная, Игорь Растегаев, События. Благоустройство собственными руками. Житель дома номер 22 по улице Артемовская решил сам благоустроить территорию. И теперь маленький зеленый уголок стал местной достопримечательностью. Посмотреть на зеленый рай в центре города поехала наша съемочная группа. Город-сад своими руками. Житель Октябрьского района Самары Евгений Галкин – строитель и преподаватель военной кафедры в университете. К ландшафтному дизайну раньше отношения не имел. Но, говорит, однажды понял – хочешь жить в Раиву, построй его своими руками. В начале было так. Неухоженный газон, высохшая земля, практически пустырь. А теперь стало вот так. Зелень, цветы, каменные дорожки. И все это вокруг одного конкретного дома в Октябрьском районе Самары. Не за семь дней, за четыре года. Но один человек это сделал. О цветах Евгений ничего не знает. Даже не ведает, как называются некоторые растения, которые он посадил и вырастил своими руками. Зато вместо пустыря теперь – настоящее маленькое рукотворное чудо. Было ужасно грязно. Да, окна мои находятся здесь. Вот здесь, подо мной, где вот клубочка, да, теплотрасса. Ее постоянно перерывают. Оставляют после себя ужас. Жить стало неносимо. Хотел попробовать. Сподвигли дизайнеры, уникальнейшие люди. Я на них посмотрел, попробовал. Получается. Вот и все. Соседи идею поддержали сразу. Помогали кто чем может. Теперь планируют завершить обустройство газона. В администрации района инициативного жильца поддерживают. И обещают поощрить. Администрация помогает по мере возможностей, поддерживает жителей, так скажем, по мере своих возможностей и своих полномочий, которые у нас имеются. Глава администрации таких жителей выделяет особыми почетными грамотами, памятными подарками и призами. То есть это никогда не остается в тени. В этом году в рамках программы «Цветущая Самара» на улицах города появились тысячи цветов в вазонах и на клумбах. Только в Октябрьском районе планируют установить больше 300 вазонов, 22 каскадные конструкции, обустроить свыше 3000 цветников. Преображать город властям помогает бизнес. Андрей Трой, Константин Головин, События. Футбольный мяч не только на поле спортивном, но и на цветочном. В Самаре устанавливают ландшафтные скульптуры, посвященные чемпионату мира 2018 года. Большие футбольные мячи из искусственного газона уже появились на пересечении улиц Тухачевского и Гагарина, на улице Победы и на площади Мочилова. За преображением города наблюдала Алина Чемерес. Клумба превращается в объемную композицию. Центр – футбольный мяч. Дальше идет рисунок из цветов. На участках, где должен быть основной орнамент, высаживают растения повыше. Сейчас это сальвий. Там, где будет фон, сажают цветки пониже. Здесь это такетис. Здесь цветы однолетки, поэтому на следующий год здесь, скорее всего, будет уже новая композиция. Ландшафтную скульптуру на площади Мочилова создают в преддверии чемпионата мира по футболу. Мяч, сделанный из искусственного газона, привезли из Оренбурга. Скульптура неприхотливая. Если испачкается, можно помыть, а на зиму демонтировать. Чтобы с мячом гармонично сочетались цветы, проектировщики подбирают растения, подходящие друг другу по цвету и внешнему виду. Учитывая совместимость, расти бок о бок могут далеко не все цветы. Сейчас в жару растения требуют особого ухода. Поливать их необходимо каждый день, а иногда даже ночью. Обязательно после течения, где-то двух недель, после посадки, начинаются подкормки. Эти подкормки для того, чтобы растение лучше развивалось, питалось. Она проходит, эта подкормка, тоже мы заправляем балера, пускаем в ночь. И он проливает эти цветники уже с раствором, с готовым раствором. И после этого обязательно рыхление, обязательно прополка ведет этих цветников. Озеленяют Самару в рамках проекта «Цветущий город». Всего в этом году появится 12 тематических композиций, 8 спиралей и 4 мяча. По проекту все фигуры разных цветов. Жители задумку городских властей оценили. Действительно клумбы украшают город, конечно. Это очень нравится. Это очень приятно смотреть, что город наш преображается заметно. Мне нравится оригинально, красиво. Вообще нравится, когда много цветов в городе. В последнее время, как бы у нас так, город начал расцветать активно. В этом году есть такое нововведение. У нас устанавливается висячий кашпо с ампельными петуньями. Доля УДС и прайших частей на пересечении магистрали улиц города. Таких кашпо планируется установить 354 единицы. Уже практически 95% этих кашпо вывешены. Кульминация озеленения города станет фестиваль цветов. Он пройдет 30 июля в парке Дружбы. Тогда и будет установлена последняя, четвертая объемная композиция с футбольным мячом. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Бэби-бум в Самарском зоопарке. На свет появились ослик, жеребенок и волчата. Долгожданные первенцы чувствуют себя хорошо. Волчата уже переселились в отдельный вольер. Познакомиться с малышами поближе в зоопарк отправилась Валерия Макарова. Пока черные лебеди завистливо поглядывают из-за заборчика, в их пруду плещется волчонок. Это один из двух детенышей канадских волков. Такая же взрослая серо-черная расцветка у малышей появится только через полгода. От родителей волчат забрали в месячном возрасте. И сейчас они обживают собственный вольер. Щенков сотрудники зоопарка назвали Вита и Радар. Последнего за то, что частенько крутят ушами в разные стороны. Так они, конечно, еще боятся всех. То есть даже тех, кто с ними занимается. Когда их начинаешь брать, они не очень хотят. И вот огрызаться немножко начинают. Потом уже, когда разыграешь с ними, то нормально. Еще одно прибавление у копытных. В соседних вольерах с разницей в месяц на свет появились осленок и пони. От матери же ребята зависимы гораздо дольше, чем волчата. Вместе они пробудут целый год. Мамы детей своих защищают, особенно пони. К нему приблизиться вообще не дают. Она сразу перегораживает, кусается и пинает. С лицей еще более-менее можно подойти. Этот год для Самарского зоопарка удачный как никогда. Детишки появились у страусов, леопардов, енотов. Но больше всего порадовали, конечно, копытные. Потому что у семьи пони и осликов жеребята появились в первый раз. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова